Кто станет главой администрации Никольского поселения? Этот вопрос обсуждали депутаты поселка вечером 14 ноября. Помогали им в этом главы Подпорожского района Петр Левин и Василий Масихин. На вечернем заседании при тусклом свете комнатной лампы народных избранников беспокоил лишь один вопрос. Кто после скандального ухода уже бывшего главы возглавит администрацию поселка Никольский? Этот вопрос уже не раз обсуждался на уровне района и вроде бы нашлись кандидатуры, среди которых Алексей Шилов, молодой, энергичный и образованный политик, еще один выдвиженец от Никольских депутатов Сергей Самсонов, главный инженер свирской судоверфи. Третьим претендентом на пост главы администрации поселка Никольский стал Александр Ганжинов, известный в районе как организатор спортивных и молодежных мероприятий, руководитель Подпорожского движения «Молодая гвардия». Сейчас он является помощником председателя законодательного собрания Сергея Бебенина. И казалось бы, что все кандидаты хороши, но Алексей Шилов сразу отказался от этой должности. Второго кандидата очень ценит руководство его нынешней работы, и поэтому пока вопрос его назначения закрыт. А насчет третьей кандидатуры сомневались сами депутаты и жители поселка, объясняя это тем, что на недавней встрече Александр не смог ответить по существу на их вопросы и в силу молодости лет не проявил себя как опытный руководитель. Петр Левин, глава Подпорожской администрации, напротив, оспаривал эти факты и выразил полную доверенность Ганжинову. Несмотря на все разговоры и споры, депутаты поселка Никольский попросили у районной власти время подумать. И уже после отъезда Левина и Масихина, путем долгих переговоров, взвесив все за и против, главой поселковой администрации все-таки согласился стать Алексей Шилов. Напомним, что Алексей сейчас занимает пост главы муниципального образования поселка Никольский и является также районным депутатом. К своей новой должности он приступит ровно через две недели. О своих дальнейших рабочих планах Алексей обещал рассказать в студии нашего телеканала в ближайшее время.